Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, еще раз Сейчас у нас настало время для нашего автомобильного выпуска по дороге с West Motors и два гостя у нас сегодня в студии. Каспас Лассетис руководитель отдела постпродажи и сервиса West Motors Berge и Norman Starks Bosch Car Service и Sun Motors руководители этого сервиса Весна, это приятно во всех отношениях может быть это и дополнительные хлопоты для автолюбителей, об этом мы сейчас поговорим Весна наступила как обычно у нас внезапно и я думаю что у многих сейчас возник вопрос о необходимости смены шин вот мы сейчас поговорим не только об этом но вот о шинах наверное поподробнее можно ли, вот советуете ли вы сейчас уже автолюбителям думать о смене шин, я почему спрашиваю потому что есть люди очень осторожные которые говорят о том, что хотя уже можно с март на месяц их менять но мы видим какая погода непостоянная и вдруг опять будет ночью не знаю, ноль или минус стоит ли торопиться может быть еще чуть-чуть подождать во что вы советуете своим клиентам? Да, конечно можно менять уже с 1 марта но надо действительно смотреть какая погода на улицу и как бы летняя резина начинает работать это при плюс 5 градусов при этой температуре уже можно думать и заменой шин То есть в принципе уже сейчас об этом можно думать с учетом погоды Да, конечно надо учесть тоже свое место жительства если человек живет в городе то конечно в городе это может быть не так повлияет потому что гололед в городе не столь существенен не столь существенен а если живете за городом там уже особенно где лесные массивы там уже в тени еще может быть этот лед и надо все-таки ну а те, кто живет условно говоря в Риге изъедут из дома в офис и обратно я думаю они уже могут менять шины вот все-таки какие советы вы можете дать для тех, кто все-таки уже знает что вот те шины которые у них были раньше вот летние резины они уже больше не годятся нужно подумать о том что пора покупать вот шины я так понимаю что вы можете предложить не только замену шин но как технически поменять но и саму резину да, саму шину да, конечно мы предложим и саму резину и клиенты у которых уже как бы нет летней резины он может смело ехать у нас мы сядем и обговорим для него самый оптимальный и самый хороший вариант покупки новой летней резины в принципе я так понимаю что выбор довольно большой сейчас уже выбор очень большой но и что касается фирмы фирмов, да очень большой выбор вот сколько обычно вот по вашему опыту занимает процесс замены шин так, чтобы люди рассчитывали я так понимаю что желательно все-таки заранее записаться потому что у нас с наступлением резко весны и желающие тоже очень много сразу же поменять ну примерно время занимает замена шин занимает примерно час с этим надо рассчитывать ну и мы со своей стороны хотим обеспечить своим клиентам минимальный такой срок чтобы не более чтобы им ждать было не более двух дней то есть лучше заранее записаться да, конечно заранее записаться и в конкретное время сразу имеет ли вот для вас не знаю модель марка автомобиля которая приезжает или ваши мастера готовы предложить услуги по замену любому автомобилю да мы можем предложить замену шин любой автомашине но конечно там опять есть разница может быть по временям это уйдет больше чем час если там все таки автомашина премиум класса с большими дисками с ранфлат резина и так далее вот очень хорошо что вы напомнили и о дисках я так понимаю что есть возможность и диски тоже новые приобрести да да конечно есть ли какие-то вот я знаю как мне говорили другие автолюбители что есть какие-то редкие размеры шин которые не столь популярны и иногда даже может их на месте не оказаться надо где-то на складе заказывать я не знаю какого это размера могут быть шины но говорят что есть такие там не знаю кто-то мне говорил что вот 18-ые в таком особом дефиците бывают такие шины да но эти шины скажем они более с низким профилом да вот тогда тогда они могут не быть на складе их надо заказывать но опять если мы смотрим по заказам это где-то ну такие очень если скажем нигде нет тогда это до недели доставка до недели 612-12-939 телефон прямого эфира вы можете звонить задавать вопросы нашим гостям работает видеочат и работает скайп вы тоже можете звонить задавать вопросы и с помощью скайпа вот еще говоря о резине наверное возникает сразу вопрос где хранить зимние шины вот поменяли на летние есть конечно да возможность не знаю положить машину отвезти на балкон некоторые так делают но все-таки наверное это не самый лучший вариант хранения шин да мы хотим сказать что у нас в Берге мы так называем Тайр-хотел это гостиница для шин супер хорошо да и они хранятся каждый на свое место и ждут сезон да именно так вот Берге наверное это хорошо что вот есть у Вейс Моторс наверное отделение в Берге потому что с двух концов города те кто наверное живет в том краю наверное им удобнее в Берге те кто вот в Пардалгове наверное им удобно вот на на Ульмане Гатве вот так наверное клиенты делятся да у вас так и они делятся да как бы сторона вот в Берге едет больше которые там Видземы Владгалы а та сторона которая на Ульмане Гатве та едет больше на Ульмане Гатве да если еще говоря о шинах есть ли какие-то советы мы понимаем что конечно когда о зимних шинах но там есть варианты там не знаю с шипами или без что касается летних есть ли какие-то не знаю предпочтения где вы будете говорить я не знаю если машина там кроссовер лучше вот такой тип профиля если это там не знаю седан долгая история внедорожник третья есть такие варианты да есть такие варианты да скажем об этом мы уже говорим когда клиент приехал у нас тогда есть вопрос где вы машину используете если он больше машину использует куда-то за городом там где есть и грунтовка и дождь тогда у него даже летом надо чуть-чуть по другому грубо такой профиль да чтобы он проехал и также есть клиенты которые любят скорость да там опять другую резину там помягче надо резину чтобы был лучше с асфальтом как бы с цепкой да то есть те которые хотят любят притопить так вот в газ да все таки да ну конечно эта резина быстрее и закончится изнашивается да ну это конечно тоже в пределе разумного потому что если надо выбрать больше выбирать такие шины да которые соответствуют марке и модели автомашины которые рекомендуют заводы-изготовители да потому что бывает что если на машину там одеть слишком широкие диски и шины то опять летом при дождливой погоде там аквапланирование может образоваться и так далее но это надо с каждым клиентом очень индивидуально переговорить его стиль езды как он едет как он любит ездить и по каким дорогам он ездит вот если вот ваш опыт о чем свидетельствует есть ли какой-то не знаю оптимальный срок жизни вот этих резины потому что многие еще думают а еще один сезон сэкономлю еще один сезон поеду одни говорят там 2-3 года максимум особенно с учетом наших дорог и наших климатических условий которые в день могут меняться другие говорят что и 5 лет третьи говорят что все действительно зависит от стиля езды вот что вы рекомендуете когда нужно уже человеку задуматься о смене летней резины я как бы сказал так когда мы меняем резину у нас мы конечно смотрим в каком состоянии это резина то есть вы лучше знаете даже особенно если ваши шины хранятся конечно потому что механик посмотрит ли там все в порядке резина или там нету какие-то куски вырванные да посмотрит срок годности и померит остаток летней резины да и летней резины минимум остаток 1,6 мм если меньше тогда уже с этим ездить нельзя летом то есть даже летом есть определенные вот такие требования да качества и конечно очень многое зависит от обслуживания автомашины да что все-таки надо при этих обслуживаниях следить смотреть за износом резины если есть подозрение что резина изнашивается неравномерно то предложить пользователю сделать проверку развал схождения потому что это одно из самых главных таких что влияет на износ резины многие этого не знают да многие это не знают и люди ездят он все-таки набирает эти за год за два года он набирает эти ямы да и развал схождения может поменяться какая-то деформация передней подвески может быть и поэтому поседаются резины быстрее да и уже заметили тогда когда уже все приехали на техосмотр там говорят вот внутренняя сторона нашего переднего колеса износилась там уже корт появился даже в худших случаях ну да здесь как бы тоже разговор и уже об этом что когда клиент ему мы все время советуем ехать на обслуживание да дилерскому центру потому что при каждом обслуживании дилерский центр смотрит состояние этой резины и смотрит давление то есть тоже проверяется и резина тоже конечно и проверяется воздух в резине да если этот воздух давление если давление меньше тогда опять начинается изнашиваться резина неправильно если больше опять неправильно это относится прежде всего тем машинам у которых или нет гарантии или постгарантийные да то есть те которые на гарантии они вынуждены быть дисциплинированными да вот я так понимаю да ну обязательно да и как бы то что когда вы едете в обслуживание дилерскому центру Каждые 15 тысяч Тогда мы и проверяем Вашу машину, чтобы вы могли Спокойно ехать остальные 15 тысяч До следующего обслуживания До следующего обслуживания Мы знаем, что как в одежде Как во многих других вещах И в шинах есть такое понятие Брендовые какие-то шины То есть определенных марк И есть, как кто-то говорит, бюджетные шины Большая ли разница В качестве между Этими шинами Я вас не призываю рекламировать Компании, но все-таки Ваш опыт о чем говорит Я знаю много водителей, которые говорят У меня машинка уже старенькая Зачем я буду покупать очень дорогие шины Тем более летние, зимние, наверное, должны быть Особо качественные, но летние Можно на этом сэкономить Возьму какие-нибудь условно китайские Насколько это действительно Большая разница в качестве Между китайскими шинами Которые даже иногда в супермаркете Продаются и теми шинами Там вот брендовыми Скажу так, по опыту Брендовые шины И, скажем, допустим Не так популярные брендовые шины Они отличаются Ну, первых Это вес Сколько она весит И, конечно, это все Отзовутся на Топливо Сколько потом потребует топлива езды Да, ну, конечно, там очень мало Но так и так Все-таки Все-таки, да И тоже материал Из чего изготовлена сама резина Материал тоже отличается Отличается Да, по износу стойкости Отличается материал И также устройство самой резины Насколько она вынослива Опять при проходе дороги Ямы Щебень Камень Дороги, к сожалению, у нас не очень Да, мягко говоря Да Да То есть это тоже нужно все учитывать Совершенно верно Приобретая шины 612-12-939 Телефон прямого фила Наверное, во второй части Мы будем принимать Ваши звонки Что касается еще Шин Рекомендуете ли вы Не знаю Разные размеры шин Там на передние колеса На задние Вот Или Рекомендуем только то Что рекомендует Производитель Только и единственное Это самый правильный вариант И который думает Для этой машины На которой ездит Потому что учитывая ее Конструктивные особенности Конечно Вроде бы позволяется Ставить на осях Разные резины Но резина должна На одной оси Быть одинаковая С обоих сторон Да Но все равно Это Это неправильно Это может быть При нормальной езде Вы можете это не почувствовать Но это сразу Можно почувствовать Например При каких-то Экстремальных обстоятельствах На дороге Когда будет Экстремальное торможение Занос Или что Потому что Шины Будут работать По-разному То есть Фактически Мы можем Констатировать Из того Что вы сказали Что очень важно Иметь Не знаю Хорошие шины Качественные И летом тоже Это заблуждение Когда многие думают Ну самое главное Зимой нужно покупать Подороже И летом Можешь сэкономить Или доездить На зимних шинах Лето Доездить Еще Чтобы закончить Тему шины Все-таки Мы знаем Что есть определенное Количество Автовладельцев Которые Вот как они говорят Они катаются На все сезонках Вот как вы к ним Как профессионалы Относитесь Есть ли у вас Тоже возможность Приобрести Такие шины Или вы Вот Не сторонники Вот такого Процесса Ну Это как У какого Человека Может быть Кошелек Позволяет Может быть Человек Просто себе Не может Позволить Но мы Конечно Сторонники Того Что зимняя Резина Есть зимняя И летняя Есть летняя То есть Такой гибрид Не всегда Хороший Да Потому что Он опять Все-таки Шина Какая-то Да Конечно Потому что На зимние резины Она мягче И скажем Если это Как мы Говорим Универсальное Тогда Летом у нас Очень важно Затормозить Если надо Экстремальной ситуацией Быстро затормозить Если мы идем В поворот Тогда нам Важно Сделать поворот Да А если мы ездим Скажем Неправильной резиной Которой на эту Погоду Допустим Если летом Ездим на зимние резины Тогда И поворотов Она будет Начинать Скользить И скользить И будет Когда будет Тормозить То есть Это тоже Плохо Зимой Летом Ехать на зимние резины Так как Естественно Зимой на летние Но Поэтому уже Вовремя Все-таки Этот процесс Да Особенно При высоких Температурах Летом Тоже Это Всесезонная Резина Она больше Безначалась Для Сельских Жителей Да Где Разный Грунт Дороги Да Где А если Горячая Асфальт Если Мягкая Очень Мягкая Резина Да То Да Хотел Поговорить Еще На одну Важную Тему Касаемое Лето И не только Но мы Вообще Знаем Что Наверное Так Сложилось И статистику Тоже Можно Посмотреть Что Все Так С того Момент Когда Наступает Тепло Именно Тогда Многие Считают Что Надо Менять Машину То есть Избавляться От старой И покупать Новую Потому что Ну Все Так Зимой Люди Об этом Меньше Думают А вот Говорят Вот Весной Да Вот Надо Уже Подумывать О замене Машины У нас Очень Много Машин Возных Которые Возятся Не только На местном Рынке Гоняет Как мы знаем По объявлениям Из Германии Из Голландии Откуда только Не гоняет Я знаю Что Все специалисты Рекомендуют В любом случае Если приобретается Машина не в салоне Провести ее диагностику Вот Второй части Мы наверное Об этом подробнее поговорим Но все-таки Вот так вот Для затравки Вот этого разговора Все-таки Вы тоже рекомендуете Обязательно Эту диагностику Пройти Да Даже если вам Горят И показывают Вот Техосмотр Прошла Ни одного Замечания Да Ну скажем Если она Техосмотр Прошла Вчера Тогда мы понимаем Что все там Хорошо Пока не умеют Что касается Ходовой части Ходовой части Да И этим всем Агрегатам Которые были У обслуживания Если мы говорим По тему Что машины Завозятся У нас Здесь в Латвии И хотим Обретить Такую машину Тогда обязательно Посоветовали Приехать В С-Моторс К нам Да И проверить Эту машину Это Не имеет значения Какой марки То есть Это не обязательно Тойота И Лексус Да Вот для этого И в Весе Создан отдел Бош Кард сервис Вот Это как раз Бош Кард сервис Который занимается Всеми остальными Марками А название Бош Потому что Это действительно Бош Да Потому что Это действительно Бош Во-первых Бош Это уже Бош Ассоциируется Для людей Это качественный Инструмент Конечно Да Да Бош Он Один из самых Больших Производителей Запчастей Для автомашины Электроники Электроники Автомашины Да И Бош Кард сервис Это сервис Который По своему Качеству И возможностям Максимально Приближен К дилерскому Сервису И Фактически Это Гарантирует И Качество Диагностики Тоже Да Конечно Потому что У нас Есть Диагностическая Аппаратура Бош Которая Позволяет Делать Электронную Диагностику Всем Маркам То есть Не обязательно Тойота Лексус Не обязательно Тойота Лексус Там Мерседес БМВ Пожалуйста То есть Вы подключаетесь Ваши специалисты Да Мы подключаемся Конечно Есть Разница Какая Марка Насколько Наспускает В себя Потому что Производитель Конечно Он что-то Придерживает И себе Что позволяется Проверить Или сделать Только в Дилерском Центре Но это В основном Бывает Это Кодировка Каких-то Агрегатов Блоков Управления Это уже Такая Очень сложная Это уже Такое Очень-очень Сложное А так Считывание Ошибок Объяснение Этих Ошибок Это Бош Бош Все Дает Можно Можно ли Сказать Что Бош Может Определить Часто Вопрос Вам задают Автолюбители Сильно Скручен Одометр Потому что К сожалению Одна из Болезней Латвии Приобретая Автомобиль Где-то На Румбале Никому Не хочу Обижать Нет Это Мы Не видим Это Одна из Тех вещей Которые Дилер Оставляет Себе Потому что Бош Не может Изменить Показания Одометра Даже в дилере Когда Меняется Одометр На новый В этот Новый Одометр Вводится Тот пробег Который На тот Момент Есть На старом Одометре И если Его кто-то Скрутил То К сожалению Конечно Какие-то Пиратские Способами Это Делают Люди Но К сожалению Мы Это Не можем Определить Ну На самом деле С другой стороны Вы можете Определить Состояние Агрегатов Что Я думаю Еще Более Важно Конечно И тогда Уже Приблизительно Понять Это Действительные Пробеги Или Нет Я вижу Что у нас Есть И звонки Во второй Части Не переключайтесь Да Продолжаем Работу Прямо Эфире По дороге С Вест Мотосом Вот Сейчас Мы как раз Говорим О диагностике Автомобиля Это конечно Очень важно Что касается Вот Диагностики Вы уже начали Об этом говорить Можно ли Сказать Что вот Если человек Приехал Вот в этот Сервис Бош В Вест Берги Вы находитесь Да Тоже Да Вот если он приехал То в принципе Подключая Вот эту диагностику При поведении Все таки Никаких Дефекты Не будет упущено То есть Если есть Там Не знаю Два Три Пять Дефектов То они Будут Диагности И указаны Да Да Они В распечатке Ошибок Которые Сохраняются В памяти Автомашины Да Эти ошибки Будут Будут Показаны Если Не знаю Ваш опыт Наверное Богатый Можно ли Сказать Что вот Бывают Такие Ситуации Когда Человек Приезжает С продавцом Автомобиля Говорит Что вот Я хочу Купить Техосмотр Пойден Но я хочу Вот эти Все системы Агрегаты Проверить И потом При диагностике Выясняется Что вроде бы Ходовая часть Нормальная С ней можно было Пройти Техосмотр Но все остальное Требует Больших Вложений Бывают Такие ситуации Да Таких ситуаций В основном Не бывает Если машина Прошла Техосмотр Потому что Сейчас Поколение Новых Автомашин Там все Агрегаты Все Блоки управления Они между собой Связаны Если что-то Будет Не в порядке Это уже Будет Или выхлоп У автомашин Не будет Соответствовать Нормам ЦО И ЦН Не будет Соответствовать Все взаимосвязано Да Конечно Да Конечно Там может Быть Выявятся Какие-то Спорадические Незначительные Ошибки Которые По каким-то Причинам Появились Но они Стираются И не повторяются Одевайте Пожалуйста Наушники Сейчас будем Принимать Звонки Добрый день Слушаем вас Пожалуйста Добрый день Андрей Да Пожалуйста В осмотрсе При покупке Машины Лексус Для своей супруги Купал старик Машинку И мне порекомендовали Приехать на проверку Скажу Проверка Не такая Космическая цена Не отзывалась Мне пошлось То ли 70 То ли 90 евро Заняло Это 2,5 часа Обещали 2 Ушлось 2,5 часа На проверку Осталось Очень довольным Потому что машину Реально Просмотрели Все Расписали До подробностей Как клиент Я остался Очень доволен И это Я считаю Что при покупке Машины Обязательно Заезжать Это делать Нашли Даже то Что на техосмотрах Не видели И С первого Кода Даже не было Заметно Так что Распект Снимает шляпу И рекомендую Здесь 70-90 евро Которые стоят Полное Обстреливание Машины Все же стоит Вложить Чем рискнуть Купить Кота в мешке Спасибо большое Я сделал то же самое Когда свою машину Приобретал Тоже прошел Такую диагностику И тоже остался доволен Потому что Действительно Есть вещи Которые Даже если ты едешь Со специалистом Приобретать машину Но все равно Нужно понимать Что у тебя нет возможности Где-то Где ты ее Покупаешь У клиента Не поднять Не просмотреть И потом Действительно Должны делать Профессионалы Да И конечно Бывает Что В этих случаях Бывает Что человек Хочет Сам посмотреть Машину Как вот То что он Хочет Пробъести Как она Заглядит Снизу Да Снизу Да Конечно И мы это позволяем Иногда даже Не профессионалов Взглянув Снизу говорят Да Машинка Поездила Да И мы это позволяем Вместе с сервисмастером Да Пройтись Посмотреть машину Как она выглядит Снизу В каком она состоянии Да И ну Людям это Это нравится Что касается Истории автомобиля Я так понимаю Что все таки Если Не знаю Это Toyota И Lexus И как-то она У вас Обслуживалась То это вам легче И историю автомобиля Да Просмотреть Да Конечно Если она Обслуживалась у нас Тогда мы Полностью все Обслуживание И историю Видим Если машина Обслуживалась При Балтике В дилерском центре Тогда мы тоже Это все Обслуживание То есть в принципе Это тоже можно получить Конечно И клиент Тогда при покупке Мы ему Рассказываем Что там Как там С этой машиной Был Да Или если машина Привезена Откуда-то Тогда мы тоже Видим Какие-то Некоторые Ремонты Которые были Произведены На этой машине Конечно Там мы уже Видим Пробег Какой Соответствует Или не Соответствует Есть такое Понятие Кто-то Шутит Так вот Литовский Конструктор То есть Когда Очень часто Из Литвы Привозят машины Внешне Она вроде бы Даже нормальная Не знаю Может быть даже И техосмотр Пошла Но В свое время Пострадала в аварии Ее там умельцы Подрихтовали Все вроде бы Сделали Но Могут быть Там какие-то Искрытые Дефекты Да Вот Деформации И так далее Да Наверное Тоже можно Во время Диагностики Все-таки Выяснить Можно Выяснить Но Если машина Переделана И сделана Очень качественно То с этими Искрытыми Дефектами Очень трудно Очень трудно У нас На практике Одна машина Которая Она у нас Обслуживается И На этой машине Постоянно Выявляются Какие-то Электрические Дефекты И вы Сразу не могли Понять В чем дело Мы не можем Да Не могли понять Потому что человек Тоже он был Очень в гигдон Когда мы узнали Что эта машина Была с правым рулем Машина переделана То есть британец Да Британец Она переделана На левый сторонний руль И все соединения Проводов Все что там Что-то обрезали Что-то удлиняли Чтобы все подогнать И все эти контакты Они некачественные Они просто Скручены провода И там везде Со временем Где-то Появляется Какой-то Неконтакт То есть Это видимо И большие средства Чтобы постоянно Эту машину Проводить в порядок Да То есть Это тоже говорит о том Что все-таки Надо думать Откуда Этот автомобиль Как приобретался И так далее Конечно Конечно И как я советую Я советую машину Если покупаем Тогда Купить От дилерского центра Которая У вас тоже такая Есть возможность В том числе И Берги Конечно И Берги Поддержанные машины И там уже есть Гарантия Качество Что этот дилер Проверил эту машину Эта машина На хорошем состоянии И будете Спокойно ехать Там Много тысяч Километров Можно ли проверить Вот многие Которые действительно Очень серьезно Переживают И это правильно О безопасности Автомобиля В случае аварии Не знаю Подушки ли В норме Или не в норме Потому что Наверное Бывают такие случаи Что даже В свое время Машина пережила аварию Даже подушки выстреливали И потом как-то Это все быстренько Починили Да И вообще Работают ли подушки Это еще вопрос большой Значит Если это сделано Очень по умному Очень по умному То при компьютерной Диагностике Это можно Не обнарушить Даже так Если нет никаких Наружных Наружных Повреждений На панели Спинометра Или на боковых Стойках Где находятся Эти подушки Безопасности Если таких Повреждений нет И там Можно Там есть Всякие способы Как Обмануть все-таки Компьютер Что он не покажет Насчет этих Подушек Имеет ли значение Там не знаю Автомобиль Сделан для Европейской рынка И у нас бывает В продаже Американские автомобили Это не имеет значения Вы все равно Подключаетесь К этим агрегатам Имеет значение Имеет значение Имеет значение Американские Автомобили С Бошем Не очень Хотят Разговаривать Они дают Намного меньше Информации То есть Это сами Производители Так же Это чисто Американские Автомобили Не американские Которые Произведенные Для Европы А чисто Американец Привезенные Потому что К сожалению У нас Или не к сожалению Но привозят У нас Американцев Да То есть В принципе Какие-то Отдельные вещи Вам просто Недоступны Да Бывает так Что мы К такой машине Подключаемся И он там Показывает Как их только Два блока управления И все Больше ничего Не показывает И это Просто Затрудняет Работу Да Ну конечно Конечно Если вот Во время диагностики Обнаруживаются Те недостатки Которые Можно устранить Можете ли вы Взять на обслуживание Такой автомобиль В будущем Да Да Конечно Мы делаем Диагностику При диагностике Мы обязательно Отмечаем Каждый Скажем Дефект По какой Важности он Если Надо будет Скажем На будущее Это ремонт делать Тогда Обозначат Один С пунктом Да Если Скажем Надо сейчас Делать Тогда другим А если Машину нельзя Эксплуатировать Так мы говорим Тогда уже Третьим И тогда Мы уже Клиенту Говорим Вот это Первое Которое Надо сделать На будущее Желательно Это сделать То-то-то Но скажем То что Эксплуатировать Нельзя Этого Если связана Система безопасности Это Кармаза Аирбеги Все такое Ну и потом Дальше Предлагаем Конечно Смету Разговариваем С клиентом Ну вот да Потому что Я знаю Что всегда Есть такой Спор У его Автолюбителей Между тем Если машина Не на гарантии Если гарантии Понятно Где ремонтировать В дилерском центре Или У каких-то Знакомых Мастеров В ангарах Понятно Что есть Разные точки зрения Но я так понимаю Что дилерский центр Да понятно Что все налоги ПВН Все понятно Да Но тем не менее Это и гарантия Да Вот качество Это гарантия Да А сделанную работу Извините Да Да Это конечно гарантия Твою То работу Которую мы делаем И на эту работу Мы даем гарантии И даже по нашим Статистикам Клиенты Возвращаются Там Даже после Шести лет Машины Они возвращаются Дилеру Потому что Ну Простой сервис Не может сделать Так качественно Или не может найти Такие проблемы Которые может только В дилер найти Есть Такое мнение Не знаю Вы согласитесь Или нет Что вот там Многие говорят Что ну знаете Вот сейчас машины Не делают так качественно Я сейчас марки Не называю Как вот когда-то Потому что Вот все заинтересованы Чтобы ты больше покупал Чтобы ты быстрее машину менял И вот хорошо Если она вот доживет До окончания гарантийного срока Потом она будет сыпаться Вот есть такое мнение Не знаю Ваш опыт Диагностики Ремонта Подтверждает это Я понимаю Что есть разные марки Наверное Но вот Видимо С Тойотой И Лексусом Все-таки Нет такого Скажу под опыту Если следить за машиной И делать все вовремя Приезжать на каждой ТО И уже мы говорим Надо одну поменять Или вторую Тогда машина Там Ну нету срока Она очень долго действует Потому что На дилерском сервисе Когда делается техосмотр Делается и проверка Кузова автомашины Да Насчет коррозии Это кстати Бош тоже делает Да Не только компьютерный диагностик Чтобы люди понимали Да Это мы тоже делаем Потому что у нас Для любой автомарки Есть распечатки Обслуживания Регламентированных работ Которые должны При обслуживании делать Мы эту распечатку делаем Механик отмечает Все эти работы И клиентам Мы это все показываем И если в дилерском сервисе Обслуживать машину Тоже после гарантии Когда машина подвергается Разным наружным воздействиям Камушками Там Так далее Где-то отбивается краска Если это какая-то мелочь Мы ее замечаем И сразу предлагаем Эту мелочь исправить Не дожидаясь Не дожидаясь То Как Каспар говорил Машина будет служить Конечно Давайте прием Еще один звонок Добрый день Слушаем вас Добрый день Хочу узнать такой вопрос При покупке машины Если мне необходимо Получить Скажем так Историю обслуживания Чужой машины Не нарушаются ли Права Человека Того Кто является Хозяином машины На данный момент В плане Раскрытия истории Обслуживания Дефектов И так далее Спасибо большое Да Могу ответить На этот вопрос Историю машины Мы даем Только При согласии Хозяину Тот который На техпаспорте Есть Потому что Это тогда Получается Отдать данные Третьим Лицо Которое Это запрещено Я так и схожу Из такого опыта Что если Покупатель И продавец Договорились Что Да Он согласен Что нужно Машину Продиагностировать То я думаю Наверное Продавец Тоже готов К тому Что какие-то данные Будут раскрыты Мне так кажется Ну Покупателю Мы предъявляем Только Диагностику Результаты Диагностики То есть Состояние Автомашины На данный момент Это как медицинский Осмотр Вот есть факты Дальше решайте Сами Совершенно верно С другой стороны Наверное Это тоже Мне так кажется Что если Покупатель Нашел автомобиль И хочет ее В принципе Купить И хочет ее Подиагностировать А продавец Не соглашается Чтобы ехали В диагностический центр То это Наверное Тоже Должен Вызвать Подозрения Какие-то Разве нет Это уже Такой Маленький Звоночек Любогий Потому что Если У моей машины Все в порядке Что мне бояться Совершенно верно Конечно Можно ли Вот такой Может быть Еще вопрос У нас Пару минут Осталось Если К вам клиент Который диагностирует Ваш автомобиль Говорит Что Я хотел сделать Дополнительную Прошивку Кто-то пытается Русифицировать Автомобиль Я знаю Или наоборот Латышский язык Поставить Русский Ну вот Машина английская Со всеми Все Все на английском Это тоже можно сделать Или это Сами клиенты Должны Других сервисов Что-то делать Это в зависимости От производителя Если Он Эту возможность Вложил В машину Что это можно сделать То мы это можем Но Есть Производители Которые Это можно сделать Только в дилерском сервисе Наверное Многие знают Что Существуют Какие-то Не знаю Перебои в электронике Случаются Когда уже Аккумулятор Несвежий Скажем так Или не знаю За зиму Да Уже Разрядился Я так понимаю Что тоже будет Во время Теста Как-то Уже зафиксировано Аккумулятор Проверяется Уже При обслуживании Автомашины При очереденном Обслуживании Автомашины Проверяется Аккумулятор Есть специальное Оборудование Для этой проверки Где дается Распечатка Аккумулятор Подзарядить Заменить Так уже Вот Может быть Это сейчас Важная информация Для ваших клиентов Я так понимаю Что если Мы говорим О клиентах Вот Твэс Моторс Там Бергик К примеру Годами Ездит Я так понимаю Что для них Какие-то Не знаю Бонусы будут Да И при замене Шин И при диагностике И ремонте Техобслуживании Да Для ваших Лояльных клиентов Так я понимаю Если мы говорим Сейчас При замене Тогда Мы организуем Чтобы Наши все клиенты Поменяли резину Не надо ждать Больше чем Два дня То есть Вы так Вот этот график Составляете Да Мы составляем Такой график И планируем Такие смены В этих Пик За время Когда Меняют шину Чтобы клиентам Не ждать Больше чем Два дня На запись Сервис Еще один звонок Успеем сейчас принять Добрый вечер Слушаю вас Пожалуйста Добрый вечер Да Значит Автомобильные Специалисты Которые Обслуживают Электрику И электронику В автомобилях Все провода Делают Только на скрутках И потом Это обманывают Обыкновенной Изолентой Понимаете Я когда Смотрю На эту Их работу Меня ужас Берет Вы понимаете Что такое Автомобиль То есть Он на дороге Это в общем-то Как бы Условно говоря Среда Достаточно Агрессивная Хотя Сейчас В мире Существует Масса Всяких Электрических Приспособлений Которые могут Обеспечить Очень хорошее И точное Соединение А так Получается Так Он зачистил Провод Электрик Масляными Руками Его скрутил Потом Замотал Обыкновенной Изолентой И провод Благополучно Начинает Через год Внутри Корродировать Спасибо большое Ташему Радиослушателю Так вот Получилось Видимо Он чуть Вышел Из зоны Прервался Звонок Но в общем-то Мысль понятна Но это уже Конечно Вопрос не к вам Вы уже работаете С тем Что получили Диагностируете Да Ну да Мы работаем С тем Что получили Но и В процессе Ремонта Ремонта Сейчас уже Изолента При ремонте Проводов Меньше Используется Сейчас Термокембрики Которые При нагревании Плотно Стягиваются Вокруг Поверженного Места Или соединения Еще один сигнал К тому Что надо В дилерских центрах Вот там Видимо Изоленты На коленке Не будут Все-таки Прикручивать Провода Совершенно верно Да Есть отдельные Случаи Где Используется Изолента Но при ремонте Проводов Там термокембрики Потому что Там получается Почти полностью Герметическое Уже соединение Вот мы говорили Что действительно Замена шин Наверное Час уйдет Что касается Диагностики Вот наших Радиослушателей Который вас благодарил Он говорил Что 2-2,5 часа Уходит на Очень точную Диагностику То есть К этому нужно Быть готовым Что это Вот такое время Займет Да Это от полтора Часа Тогда до Два с половиной Потому что ведь это И осмотр При поднятии машины Тоже Получается как Во-первых Значит Машина Осматривается Ходовая часть На подъемнике Подметном виде Потом машина Проходит Диагностическую линию Она идентична Как ЦСДД Где принимают Техосмотр Да Где делали Техосмотр То есть Все вот эти тесты Тоже она проходит Да Это проходит Амортизаторы Проверяются На стенде Тормоза проверяются Свет проверяется Все это И дальше идет Электронная проверка Диагностика Тоже занимает время Да И механик Также проверяет Все выключатели В салоне Да Сиденья Они двигаются Они двигаются Раскладываются Даже такие вещи Да конечно То есть все что в машине Должно работать Должно работать Да Поэтому вот Люди тоже говорят Ну что там такое Ну что там Два часа делать Идите Посмотрите Да Да Действительно Действительно Что вам потом Десять раз Не ехать Лучше заранее записаться Знать время и день Когда вы приедете Тем более Этот час Я думаю Что есть где У вас провести В салоне Нужно даже по улицам ходить Да По улицам Никаком случае Не надо ходить У нас есть Прекрасное кафе У нас есть То есть Как и на Ульмагатве У вас есть кафе Да У нас есть телевизор У нас есть интернет И можно и посмотреть Уже новые модели И даже с Становцом Заодно Поговорить И даже тест пройти Да Да Какие сейчас новинки На рынок И Каспар Еще очень Очень Такая важная вещь Есть очень хорошо Оборудованный Детский уголок Да То есть Даже с детьми Есть где провести Время Приехать Да Где ребенок Можно заниматься Смотреть мультики Рисовать Цветными карандашами Заниматься Там кубики Домики строить И компьютер поиграть Да И в компьютер поиграть И в компьютер Пока вы тоже С компьютером занимаетесь Как вас влацет Если Номанс Так что у нас были в студии Большое спасибо